Привет! Знаете, я стал замечать, что на рынке бюджетных смартфонов стало появляться много моделей с красивым дизайном. Ну, нам с вами, конечно, недостаточно просто стильного дизайна, нам еще и хороший функционал подавай. И здесь на помощь приходят китайцы. Ну, не сами жители Китая, а бренды, которые хорошо зарекомендовали себя как производители хороших и недорогих смартфонов с крутой начинкой. Знакомьтесь, смарты, которые были представлены зимой в Барселоне и, наконец-то, добрались в Украину. Новинки 2016 года. Lenovo K5 и K5 Plus. Дизайн смартфона стильный и сдержанный, ничего лишнего. Задняя крышка алюминиевая с двумя пластиковыми вставками вверху и внизу. В нижнюю встроены два динамика с технологией Dolby Atmos, но они чуть позже. Крышка плавно переходит в боковые грани и отделяется от экрана ободком под металл. На правой грани переключатель громкости и кнопка блокировки. На левой – ничего. Сверху microUSB разъем и выход для наушников. И, на мой взгляд, это не самое удачное расположение. Как с практической точки зрения, например, при дожде, так и с эстетической, когда кабель для зарядки торчит сверху, напоминает телефон из прошлого с погнутой антенной. Ставь лайк, если видел такие аппараты только в фильмах. На лицевой стороне все привычно. Сверху разговорный динамик, камера, датчик приближения и освещения. Снизу три сенсорные кнопки. Меню, главный экран и назад. Все это окружает 5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением в плюсовой версии и HD в обычной. Поблагодарим IPS-матрицу за хорошее качество изображения и широкие углы обзора. А разработчиков за набирающий популярность режим чтения. А это лайф-тест селфи-камеры. Сейчас вот переключусь на основную. Дуэт камер на 13 и 5 мегапикселей это уже классика. И эта классика со своей задачей справляется отлично. После небольшого теста могу сказать, в условиях хорошего освещения получаются отличные фото. Но когда света недостаточно, снимки получаются мыльные, им явно не хватает четкости. В целом для своей цены видео и фото получается очень даже ничего. Плюс еще есть различные режимы для съемки и интересные фильтры для редактирования. Компания Lenovo называет одной из сильнейших сторон этого смартфона звук. Два динамика, встроенные в заднюю часть смартфона с технологией Dolby Atmos, звучат круто, но только когда телефон лежит экраном вниз. Во время игр или просмотра видео их часто прикрывают пальцы, и звук получается искаженным. Поэтому считаю, что расположение динамиков не самое удобное. За весь процесс работы отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 615 с тактовой частотой 1,4 ГГц в обычной версии. И 615, но уже с 1,5 ГГц в старшей модели. Объем оперативной и постоянной памяти 2 и 16 ГБ соответственно. Из всей встроенной будет доступно чуть больше 9 ГБ. Поэтому расширить ее многие захотят и смогут с помощью карты microSD до 32 ГБ. Lenovo предустанавливает в эти модели Android версии 5.1 Lollipop. Но надеемся, эта ситуация скоро исправится и можно будет обновиться до зефирной шестерки. Оболочка и ПО оптимизированы достаточно хорошо, и тест Antutu показал вот такие результаты производительности. Питание всего этого добра обеспечивает съемная батарея на 2750 мАч. Съемная батарея ход хороший. Одна села, можно поставить вторую и продолжить наслаждаться чатами, играми и видеоконтентом. Которого у нас на канале, кстати, очень много, поэтому можно нажать сюда, чтобы подписаться. Под задней крышкой рядом с батареей есть два слота для сим-карт, которые можно использовать для двух местных операторов. А можно в одну поставить travel sim для экономии на разговорах за границей. Итак, у нас есть два хороших бюджетных смартфона, в которых можно и в игры поиграть, и видео посмотреть, и музыку послушать, и сделать фото. Но, мне кажется, основным критерием выбора все же будет их стильный и сдержанный дизайн. Кстати, кто заметил, в чем разница между K5 и K5+, ну, конечно, помимо цвета, пишите в комментариях. Кто не заметил, тоже пишите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Все, пока. Для сравнения посмотрите обзор Huawei Y6 Pro и обзор с элементами краш-теста Samsung J3 2016 года.